И мы поздравляем Полину Сагара! Сейчас, как только она появится, давайте еще раз похлопаем. Вот сейчас так. Класс! Очень приятно. Знаете, в известном советском фильме было девушка, комсомолка, спортсменка, великолепный чайный специалист. Реально очень рад, что в чай приходят такие люди, такие девушки, такие ребята молодые, которые там уже стоят. И завтра тут на чемпионате будет многое. Спасибо вам огромное за ваш вклад в индустрию. Так, держай. Надо говорить. Если хотите. Если хотите. Я не подготовила речь. Здесь территория без коронавируса. Здесь, на самом деле. Я занимаюсь популяризацией чая. И просто воспользуюсь этой возможностью, чтобы сказать вам, что у нас есть классный чайный подкаст. Мы с Аней Мстислаской говорим о чае очень простыми словами. Он называется «За чаем». И я вас приглашаю послушать его. Чай может быть разный, но чтобы понимать его, нужно понемножку набирать информации. И тогда вы сможете без снабизма заваривать все, что попадет вам в руки. Спасибо большое за это довольно интересное нарушение системы в мою пользу. И очень приятно. А такого не было до этого года? Такого не было, может быть, раньше, но мы видели, что отраслевой совет, он учитывает голос интернета, потому что фактически коллективный интернет дает один голос в совете. Но так как огромное количество людей хотят высказать свое мнение в отношении номинантов, мы в этом году решили, что мы отдельно выделим человека, который получит максимальное количество голосов в сети интернет. И если он не получит голоса в отраслевом совете по победу, все равно мы его отметим. В случае с Человеком Года в кофейной индустрии совпало. Андрей Аксишсавинов победил и там, и там, поэтому мы его не выделяли там отдельно. Вот так. Да, да, я думаю, что супер вообще. Спасибо большое. Спасибо всем, кто голосовал. Это наша общая победа. Спасибо, Владимир. Я вообще ничего не знаю, потому что это все сохранение.